МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Центре культуры Досугорфе от Свнеев прошла торжественная церемония открытия конференции Волжского регионального центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Она проходит в нашем городе уже в 11 раз. Подробности далее. Вот уже более 20 лет Российский федеральный ядерный центр Внеев открывает свои двери для специалистов в области РАФ. Конференция «Современные методы проектирования и обработки ракетно-артиллерийского вооружения» проходит раз в два года. По традиции, ее участниками становятся представители организации входящих в научные отделения и региональные центры РАРАН, предприятия Минобороны России, госкорпорации «Росатом» профильных вузов. В этом сообществе специалистов, институтов, заводов, которые занимаются обычным оружием, в НИЭФ играет существенную роль. И я считаю, что это одно из главных у нас направлений, работы научно-технической, не связанной напрямую с ядерным оружием. И естественно, что мы с вами, поскольку ядерное оружие еще долго будем и разрабатывать, поддерживать, совершенно очевидно, что у нас будет развиваться база экспериментальная, расчетная. Ну и, конечно, некоторые есть у нас возможности, часть сил направить на создание мирового уровня обычных вооружений. С каждым годом послушать о новейших разработках в этой сфере приезжает все больше и больше ученых и специалистов со всей России. В этом году в конференции приняли участие более 200 человек из 32 различных организаций Тулы, Москвы, Екатеринбурга, Перми и Волгограда. Мы обмениваемся результатами, общаемся, ну и помогаем друг другу идти вперед. Я думаю, что есть и вклад тех специалистов, которые сюда приезжают, есть вклад в то, что экспорт российского оружия непрерывно растет, и это значит, что качество у него очень хорошее. Александр Ищенко, представитель Томского государственного университета НИИ, прикладной математики и физики, он принимает участие в конференции уже в третий раз. Как признается Александр Николаевич, присутствовать на таком научном мероприятии для него большое удовольствие. С федеральным центром нас связывает давняя творческая и человеческая дружба. Мы выполняли и выполняем, я надеюсь, и будем выполнять некоторые работы по прикладным вопросам. Но основная наша задача, как университет, это подготовка специалистов. На таких конференциях, и особенно на конференциях, которые проводятся в Федеральном медицинском центре экспериментальной физики, мы можем пообщаться, наметить контуры взаимодействия, поделиться результатами. Я думаю, что это очень эффективно. И для, ну прежде всего для нас, значит, как организации, которые, так сказать, стремятся быть полезными отраслевой науке. Перед началом работы по секциям участников конференции ждал приятный сюрприз – торжественная церемония награждения призеров, конкурс работ молодых ученых, организаций, входящих в Волжский региональный центр «РАРАН», который был инициирован приказом президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Сотрудники вне, представляющие работу, заняли второе место по направлению УКР. Всего, всего от Волжского регионального центра три работы заняли призовые места. То есть два вторых места и одно третье. Всего призовых мест девять, поэтому три из девяти – это очень неплохой результат. Почетное серебро в номинации «Опытно-конструкторские работы» завоевали молодые ученые из трех отделений конструкторского бюро номер два. Работа посвящена разработке одного модуля, то есть основной части перспективного изделия, экспериментальной отработке и разработке систем автоматики, так скажем. Эту работу ребята готовили около трех лет и уже осенью получат патент на свое изобретение. Поэтому победа в этом конкурсе очень значима для них. Она стимулирует нас для достижения дальнейших серьезных результатов. Мы не будем остановиться на достигнутом, будем ставить новые цели и постараемся их достигнуть. Деловая часть конференции включает в себя пленарные заседания, работу в трех секциях, стендовую сессию. Среди выступающих как молодые ученые, так и те, кто уже не один десяток лет проводит научные работы в области военно-артиллерийского вооружения. Любая встреча специалистов, которые занимаются родственными вопросами, особенно в такой тонкой области, где много ноу-хау и идей, она, как правило, эти встречи проводятся под грифом. Здесь конференция открытая. Второй раз проводим ее с тем, чтобы обеспечить максимально широкое участие аспирантов, студентов, то есть тех, кто в начале пути находится, чтобы, первое, посмотреть, поучиться, ну и второе, тем маститам, которые приезжают, свой опыт передать. Всего на конференции было представлено более 60 докладов. Рассмотрены проблемные вопросы проектирования, отработки и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения. Результаты расчетно-экспериментальных исследований в интересах совершенствования существующего и создания перспективного боевого оснащения РАФ. Со 2 по 22 июня на базе детского оздоровительного лагеря «РФИАЦ» в НЕФ имени Аркадия Гайдара работает первая профильная летняя смена для детей-сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом». В ней принимают участие 163 подростка в возрасте от 12 до 16 лет. Под руководством опытных педагогов их обучают по специализированной образовательной программе «Росатома» «Смарткамп». Кроме того, участников профильной смены ждут профессиональные тестирования, литературные вечера, экскурсии в музей ядерного оружия, творческие мастерские и спортивные состязания. Идея проекта родилась в департаменте кадровой политики «Росатома» и нашла отплику предприятий, входящих в состав Госкорпорации. Трем лучшим лагерям в их число вошел и детский оздоровительный лагерь имени Гайдара, предложили провести профильные смены для детей. С одной стороны, это, конечно, лагерь. Это отдых, спорт, культура. И с другой стороны, это вот те самые целевые программы, учебные программы, которые будут постигать, изучать наши дети. Какие-то удивительные темы, которые сегодня нам, взрослым, уже как бы вот звучат для нас, как какая-то совершенно новинка, а они, дети, с удовольствием этим занимаются. На торжественном открытии смены перед ее участниками выступил заместитель директора «Арфиадсвнеев» Юрий Якимов. Он отметил, что ядерный центр «Внеев» – одно из немногих предприятий, которая сохранила и поддерживает свою инфраструктуру для отдыха и оздоровления детей. И мы вместе с коллективом постоянно работаем, так сказать, и готовим различные креативные программы. В этом году тоже эта смена не стала исключением, и мы для вас подготовили отдельную образовательную программу, которая называется «Смарт-кэм». Думаю, вы, кто будете участвовать в этой программе, безусловно, останетесь довольными. Робототехника, киберфизика, инженерное прототипирование, 3D-проектирование – эти и другие курсы разработаны так, чтобы просто, понятно и интересно объяснить детям сложные понятия. Каждый участник пройдет через погружение в профессии атомной отрасли. Занимаясь проектной деятельностью, дети работников предприятий Госкорпорации «Росатом» приобретут новые знания и компетенции. Программу ведут молодые ученые с большим опытом работы в подобных проектах. Один из спецкурсов преподает Станислав Королёв. Под его руководством участники смены получат новые знания по физике, математике и программированию, узнают, как правильно работает цвет, что такое цветоотражение. Также ребята, используя свои мобильные телефоны и предоставленное оборудование HTC Vive, разработают приложения по виртуальной и дополненной реальности. Многие пойдут, конечно, под АЭР, делая какие-то книги интерактивные, какие-то брошюрки интерактивные, информационные стенды. Часть из них пойдет под виртуальную реальность, создавая либо тренажеры под использование каких-либо техники, спец, либо используя какие-то конструктивные методы. Часть будет сделать некие места, горы, возможно, какие-то места из Антарктики по фотографиям. В другой аудитории дети занимаются 3D-прототипированием. Оно включает в себя моделирование виртуальной модели и распечатку ее на 3D-принтере с помощью пластика. В начале курса ребята изучили свойства расплавленного пластика, пытаясь самостоятельно придать ему форму. Также за 32 часа курса дети приобретут новые компетенции. Изучение программ моделирования, то есть 3D-билдер, блендер, потом работу с 3D-сканером, то есть сканирование каких-то объектов, которые есть в реальном мире, перевод их в трехмерную форму в компьютер, и освоение программы слайсера, которая изготовленные модели разделяет на слои для 3D-принтера. Помимо специальных курсов дети будут создавать свои собственные инженерные игрушки, которые потом смогут забрать домой на память о необычной лагерной смене. В первый день ребята создавали катер с батареей, выключателем и электромотором. И они получат как раз первое знакомство о том, как детали собираются, как по ним течет ток и как работает электромотор. Все это нужно почувствовать руками, вот это очень важно. Профильная смена позволит детям не только отдохнуть и набраться сил, но и получить дополнительное образование, увлечься научным творчеством и изобретательством. Ребята узнают о направлениях деятельности и перспективных разработках госкорпорации «Росатом», которая сегодня признана одним из мировых технологических лидеров. Итогом смены станет конкурсная защита проекта по одному из направлений, которые ребята выберут самостоятельно. Российский федеральный ядерный центр ВНЕФ принимает участие в предстартовых работах по подготовке орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» на космодроме Байконур. Запуск запланирован на 21 июня. С помощью этой обсерватории исследователи рассчитывают детально изучить черные дыры и открыть несколько тысяч новых источников за пределами галактики. «Спектр-РГ» включает в себя два телескопа. «Арт-ХЦ», созданный «РФЯЦВНЕФ» совместно с Институтом космических исследований РАН, а также «Еросита», изготовленный немецким институтом внеземной физики общества имени Макса Планка. В составе делегации «РФЯЦВНЕФ» специалисты, которые занимались разработкой, сборкой и наземными испытаниями телескопа «Арт-ХЦ». Они выполнят ряд заключительных операций по подготовке телескопа и проконтролируют ту часть работ, которую проведут на телескопе сотрудники научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина. На стадионе спортивного комплекса «Авангард» прошло командное первенство «РФЯЦВНЕФ» по городошному спорту. В нем приняли участие более 40 сотрудников и ветеранов ядерного центра. О тонкостях и сложностях этого вида спорта расскажем в следующем репортаже. Выбивать битыми фигуры для этих ребят не в новинку. Турнир по городошному спорту стал для сотрудников «РФЯЦВНЕФ» уже традиционным и идет в зачет спартакиады работников ядерного центра. В этом году в нем приняли участие 11 команд. Сами соревнования проходят в следующем режиме. Это каждой команде. В команде принимает участие 4 человека. И каждой команде на всю игру дается 24 биты. Каждый участник бросает по очереди по 2 биты. И та команда, которая набирает большее количество выбитых фигур, та занимает, соответственно, лидирующее место. Городки – один из самых древних видов спорта. Его история насчитывает уже более 400 лет. Он зародился и развивался в России. В свое время поклонниками этой игры были Александр Суворов, Николай II, Лев Толстой и многие другие выдающиеся личности. Лично на мой взгляд, как таковой этот патриотический вид спорта, он интересен должен быть любому мужчине. Уже с покон веков развивался чисто русский вид спорта. И в нашем городе это было настолько увлекательно. По словам участников соревнований, городки – не такой простой вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Бита весит от 2,5 до 4,5 килограммов. И чтобы добросить ее до фигуры, которая находится на расстоянии 13 метров, необходимо соблюдать определенную технику, которая дается далеко не каждому. Самое основное – это бросок ногами. Многие думают, что многие бросают руками. Но если вы побросаете руками, то у вас руки будут болеть. Это учитывая, что у серьезных спортсменов бита весит от 4 килограммов и выше. То есть, порядочно. И основной бросок происходит толчком ногой и кручением. Ну, как в боксе, можно сказать. О правилах и тонкостях городков Николай Голанов знает не понаслышке. Он увлекается этим видом спорта с детства. В 11-м классе даже получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас заниматься городошным спортом профессионально уже не хватает времени. Но молодой человек старается поддерживать форму. Регулярно принимает участие в турнире и помогает коллегам освоить этот непростой вид спорта. Я бы не сказал, что он азартный, но когда сбиваешь фигуру, и она красиво улетает, прям за душу берется. Когда я приехал в 11-м году и первый раз пришел на городошную площадку, здесь народ кидал то, как, кто на что гораст. Но потихонечку, помаленечку, все начинают приобретать какую-то технику. Я подсказываю что-то, показываю. И, соответственно, сейчас уже вышли на уже, конечно, не совсем серьезный уровень, но уже могут показать уже что-то. Первенство по городкам проходило два дня. Всего в нем приняли участие более 40 сотрудников различных подразделений ИРФИАЦ ВНИЕФ. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vneef.ru и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова